Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» близка к завершению затяжной домашней серии. Последним соперником магнитогорцев стал один из лидеров Восточной конференции МХЛ уфимский «Толпар». Провалив начало встречи, хозяева были очень близки к тому, чтобы одержать волевую победу, но все же уступили в овертайме. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Такого безнадежного начала игры болельщики-магнитки не видели давно. В дебюте встречи преимущество «Толпара» порой выглядело просто пугающим. И уже на экваторе первого периода уфимцы вели с перевесом в две шайбы. Сначала Михаил Козлов великолепным пасом по воздуху отрезал оборону соперника, вывел партнера на хорошую атаку и сам же успел на добивание. А чуть позже, грубой ошибкой защитника хозяев, который пытался выбросить шайбу через центр собственной зоны, умело воспользовался Данил Алалыкин. Он совершил перехват на синей линии, вышел на убойную позицию и неотразимо бросил верхом. Почти до второго перерыва трудно было увидеть в игре лисов хоть что-нибудь, что помогло бы им переломить хоть встречи. Оптимизма добавляли только вдохновенные действия Николая Шашкова на последнем рубеже. Он уберег свою команду от нескольких верных голов и партнеры, в конце концов, отблагодарили своего вратаря. После передач Дмитрия Шешина и Ильи Николаева Семен Буйван мощно бросил издалека и сократил отставание до минимума. На табло горело 35-0-0. А на 48-й минуте под очередную шайбу, брошенную от синей линии Егором Мартыновым, удачно подставил клюшку Руслан Господынько. 2-2. Концовка основного времени прошла в равной борьбе. Возможности вырвать победу были у обоих соперников, но избежать овертайма не удалось. Когда до завершения дополнительной 5-ти минутки оставалось всего 33 секунды, толпар все же поймал свой шанс. Данил Башкиров с убойной позиции расстрелял голкипера. Повторный матч соперники проведут 29 ноября. Прямую трансляцию встречи смотрите на нашем цифровом канале в пятницу в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.